Владивосток 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 Вообще никогда не нарушаю. Ну, 30-35 в промилях. Я знаю все правила. Все правила, которые прописаны и не прописаны. И сам их иногда еще и придумываю. Первое правило на дороге – это нужно в первую очередь думать о других, чтобы другим было комфортно. Ну, и, соответственно, ты будешь правильно себя вести на дороге, думая о том, как сделать, чтобы другим было комфортно. Проехать, припарковаться и так далее. Вот поэтому я как бы и паркую с третьим рядом. Ну, допустим, вот когда еду по дороге, да, ну, вот мне нужно остановиться справа. Вот, справа места абсолютно нет. Я просто становлюсь третьим рядом. Поскольку у меня сигнализации на машине нет, кого-нибудь, естественно, подпираю. За собой собираю пробку. Вот. Вот, быстренько из машины выхожу, чтобы никто не видел, что именно я на ней. И кладу вот сюда вот телефон, что если что, типа, ну, звонить, если кому мешать буду. Да, кстати, телефон домашний. Вот это моя стихия. Пробочка на фуликулёре. Так, поворотник показал. Вот сейчас невозможно ездить, потому что везде пробки. Пробки из-за того, из-за чего? Из-за того, что везде всё ремонтируют. Всё всегда везде ремонтируют. Даже когда ремонтировать не надо, всё ремонтируют. Из-за этого большие пробки. Когда пробки, как бы, ну, вот, чувак, поехал. Хрен поймёшь вообще, чё, куда, к чему. Ну, как бы, из крайнего права. Вот он подумал в последний момент. Ой, здесь пробка, короче, поеду-ка я лучше в окружную. Да, и просто через 4 ряда машин сиганул. Вот. И на самом деле я бы тоже так сделал, если бы вот не ехал сейчас бы здесь с вами. А как разгрузить? Ну, непонятно, как вообще разгрузить. Вот разгружают, разгружают, да. Сделали там в центре односторонние. Все дороги сделали односторонние. И чё? Лучше стало. Вот сколько, да, решают эту проблему? Ну, вот это я такой, да, типа, сейчас умный сяду и скажу решение проблемы. А вот люди сидят, которые работают там по этой части, да. Они сидят, целыми днями думают о решении проблемы и не могут придумать. Соответственно, я тоже сейчас, ну, как бы не такой умный, чтобы раз и вот, как бы, обрубить всё просто и сказать. Ребята, да решение проблемы это просто переехать всем в другой город. Вообще, в принципе, у нас такой рельеф, вот такое количество машин, там много узких дорог, много машин, нету парковок, что всем приходится нарушать. Из-за того, что все нарушают, происходит много аварий. И чтобы предотвратить эти аварии, на самом деле, ну, единственное решение проблемы это просто привыкнуть к вождению, ну, оппонента, да, ну, твоего там соседа, вот, который едет, к примеру, у меня сейчас слева. Как радует друг мой уже лучше. Завтра пойдём в кино уже. Нужно привыкнуть к тому, что в любую секунду что-то может произойти, вот, кто-то может как-нибудь там, какой-нибудь там дурацкий жест делать, да, ну, на дороге. Я к этому привык, и поэтому я на чеку, а если я на чеку, значит, я эту ситуацию могу предотвратить. Всё, нету аварии, нет пробки, да, просто всем нужно вот, ну, я, вот. Для Владивостока просто нужно ввести другие правила, другое обучение на права, владивостоцкое. И добавить свои правила. Вот, например, да, когда мы ехали возле Суханова, там машины стоят в три ряда, да, возле обочины. И получается машина, которая едет по крайнему левому, она едет крайне-крайне лево, уже близко к, ну, к двойной сплошной, да. А я еду, получается, прямо на разделительной, потому что вторые рядом, да. Я же не могу ехать по разделительной, да, по правилам, прямо посередине. Ну, а я еду, потому что у меня нет больше вариантов, вот, к примеру. Правила парковки нарушают. А правила парковки нарушают почему? Потому что парковаться больше негде. А почему парковаться больше негде? Потому что нету двух уровней парковок. Вот, надо строить больше двух уровней парковок. Или много уровней парковок. Ну, хотя бы двух, да? Вон, построили же парковку. Вот эту? Ну, да, нормально, кстати, получилось. Может, сейчас на нее запаркуемся? Вот, сейчас я еду по полосе, где буква А, да, которая для автобусов. А вот прикинь, если бы здесь никто сейчас не ехал, то сколько бы сейчас все стояли? У нас изначально-то город не застраивался как город, а просто как порт. И строили все достаточно хаотично, да? Лишь бы там быстрее построить что-нибудь. Ну и, соответственно, дороги прокладывали уже, как оно попадется. Субтитры сделал DimaTorzok